Здравствуйте, с вами астролог Ермольна Татьяна, и в этом ролике я хочу рассказать вам прогноз на неделю с 24 по 30 октября. У нас достаточно активная неделя будет и эта, весьма напряженная, ну почти такая же, как прошедшая. Заметьте так, что в этом октябре достаточно много событий, потому что как минимум у нас два новолуния, одно полнолуние и очень активный Марс, особенно во второй половине этого месяца. Второе новолуние произойдет 30 октября около 9 часов вечера по Москве в 8 градусе Скорпиона. Об этом я еще расскажу немного подробнее в ролике. А сейчас еще также могу сказать, что будет напряжение во второй половине недели между Марсом и Ураном, то есть наши действия и нововведения совсем не совместятся. Но этот момент отразится не только на ближайших днях этой недели. Этот момент будет важен и первую половину ноября, потому что очень сильно квадрат Марса с Ураном проигрывается в карте новолуния. А значит, к сожалению, и первая половина ноября тоже будет для нас и агрессивной, и достаточно активной, и очень стрессовой. Но обо всем по порядку. Понедельник, день рутинной работы. Здесь достаточно мало у нас действительно активных каких-то очень важных дел. Ну и вообще это время стоит посвятить такому разбору полетов, что еще не доделано. Скоро новолуние. Вот сделать прям то, что сейчас лежит на поверхности, требовало к себе внимания, но у нас как-то не доходили до этого руки. В целом этот день, можно даже сказать, выходной. Поэтому, если у вас нет никаких важных дел, может быть, вообще стоит полежать на диване, почитать книжку, встретиться с друзьями. То есть этот день как-то провести более в праздном состоянии, чем обычно мы проводим понедельники. На него никак не повлияет даже то, что Меркурий в этот день меняет знак на Скорпиона, и будет он там до 12 ноября. Честно говоря, Меркурий всегда у нас отвечает за мышление, за то, каков наш фокус внимания в плане общения, коммуникаций, что мы хотим познавать, с чем мы хотим знакомиться. Скорпион — знак тайн, знак такого скрытого смысла. Поэтому, если нас и будет тянуть, то на мистику, оккультизм, эзотерику. И такого широкого круга общения, которое мы имели в ближайшие 2-3 недели, уже не будет. Нам наоборот захочется разговоров тет-а-тет, по душам, ну какой-то такой очень близкий круг знакомств и общения, чтобы говорить только на такие очень интимные темы и не выносить эти темы на публику. Однако в понедельник мы еще не будем чувствовать влияние Меркурия, и день вообще, честно говоря, с точки зрения звезд будет очень спокойный, поэтому посвятите его тоже какой-то спокойной деятельности. Вторник, среда и четверг — дни очень оптимистичные, продуктивные, крайне эффективные, и мы даже сверх оптимистичны, по-честному. Возможно, мы даже не успеем сделать всего того, что мы будем планировать, потому что у нас столько энергии, но есть определенная расфокусировка этой энергии. Хватаемся за все, и получается, на выходе не все делаем. Но, однако же, обратите внимание на среду, она очень важна, потому что в этот день будет верхнее соединение Меркурия с Солнцем. О чем это говорит? О том, что у Меркурия начинается новый цикл не только по знаку, но и по своему вообще циклическому развитию. И сейчас, вплоть до января 2017 года, наши планы тактические будут очевидно меняться. Наш фокус внимания будет очень сильно смещен в совершенно другую сторону. В какую? На это укажет именно среда, четверг. Это как раз дни, когда мы будем решать для себя с точки зрения какой-то нашей интуиции, внутреннего чутья, куда нам дальше направить свою энергию, как строить свои планы. Посмотрите на пятницу-субботу более пристально, потому что это дни повышенной активности, с одной стороны, но очень большого напряжения. В эти дни как раз-таки очень активен тот самый, ну, очень агрессивный и упертый Марс. Поэтому это может принести ссоры, склоки, недопонимание. И еще в этот день очень неблагополучно стоит Венера. Она отвечает за гармонию, внутреннюю радость, такое вот наше удовлетворение внутреннее. Поэтому можно говорить о том, что это дни безрадостные, дни самокритики, дни самоедства. Возможно, появится тот человек, а может быть, мы сами будем тем человеком, кто спросит с нас по полной, по поводу того, что мы уже успели сделать за этот октябрь. Ну и, конечно, мы будем недовольны тем результатом, который получили, и впадем в самокритику. Это все будет происходить перед полнолунием, которое произойдет в воскресенье. И поэтому я очень советую в воскресенье ни о чем не думать, не испытывать никаких эмоций, не думать о просчетах, которые вы выяснили и открыли для себя в пятницу и субботу, а просто посвятить этот день тому, чтобы прожить новолуние правильно. Ведь новолуние — это время хаоса, непонимания, но создания правильного эмоционального заряда на будущее. Что нужно сделать? Нужно немного поразмышлять над тем, чем вы наполнены с точки зрения эмоций, как положительным, так и отрицательным. Сейчас на ход событий в ноябре может повлиять все. Даже ваша огромная радость, например, которую вы испытываете, может сильно расфокусировать ваше внимание и не дать вам возможности создать все то, что вы можете создать, если вы достаточно расслаблены, но при этом не охвачены никакими эмоциями. Чтобы смыть и негатив, и позитив, который вас отвлекает от нормального естественного течения дел, стоит заняться водными процедурами в этот день. Помните, что новолуние — это водное в Скорпионе. Возможно, надо будет принять ванну для того, чтобы расслабиться, снять напряжение, смыть все эмоции. Принимайте ванну в течение 15-20 минут, а потом воду еще раз стоит обновить и еще полежать 5 минут в совершенно новой воде, абсолютно обновленной. Но если у вас нет возможности по каким-то причинам на столь долгую работу по новолунию, тогда, может быть, вам подойдет такой совет. Сделайте из-под крана комфортную воду и просто помойте в ней руки в течение 5 минут, проговаривая все те радости и горести, которые вы испытали в октябре, и как бы смывая это эмоциональное напряжение. Я думаю, что вы наполните себя тем спокойствием, той уравновешенностью, которая вам позволит в ноябре сделать огромное количество дел. Ну а теперь я хотела поговорить о каждом знаке зодиака, что его ждет на этой неделе, какие благоприятные, ну и, возможно, неблагоприятные периоды его ждут. Овин. Лучшими днями на этой неделе для вас станет понедельник, пятница и суббота. В понедельник стоит заняться рутинными делами, а в конце недели покреативить, подумать о новых проектах и посмотреть, что планируют конкуренты. У вас достаточно много сейчас творческой энергии, и она найдет свой конструктивный выход. А для того, чтобы остатки ее не растерялись зазря, проведите выходные на публике в компании друзей. Насытись той вот самой энергией оптимизма, которую только друзья могут дать, и войдите в ноябрь совершенно новыми, яркими и позитивными. Телец. Вторник, среда и четверг пройдут так, как именно вы запланировали. Именно на это время назначайте самые важные, самые нужные дела, начинайте переговоры, возможно, будут даже новые знакомства. Ну, вообще, это, конечно, далеко не прорывная неделя для вас, и масштабных проектов вы не сможете осуществить. Однако, окончание октября будет очень продуктивным, и вам стоит в эти дни просто подготовиться к новому лунному циклу, который начнется в самом начале ноября. Близнецы. Для вас самыми хорошими днями окажется понедельник, среда и четверг. В понедельник вы можете сделать, по сути дела, дела всей недели. Конечно, это будет не самая продуктивная неделя, возможно, и как бы, ну, все то, что вы запланировали на октябрь, вы поймете, что не успели сделать. Но, однако, для вас как раз-таки понедельник будет тем временем, когда вы сможете завести новые знакомства, поговорить со всеми, заразиться какой-то новой идеей. А как раз-таки в среду и в четверг это время, когда вы сможете в компании друзей осуществить свои замыслы, или, по крайней мере, уже покреативить на тему того, что бы вы могли сделать в коллективе в ноябре. Рак. Середина недели будет весьма продуктивной. Вторник и среда вообще пройдут на фоне вашего эмоционального подъема, а вот четверг уже будет не столь радостным. Здесь намечается серьезный разговор или взаимные претензии. Но если вы сконцентрируетесь на выполнении задач, то вот этот внутренний напор и напряжение, которое у вас возникнет, оно как раз-таки даст вам возможность перевыполнить план недели. Лев. Поднедельник для вас может быть весьма результативным, ну, если вы справитесь с ленью, потому что выходные прошли крайне ярко, активно, и сейчас ваше тело и ваш мозг просят отдыха. Если у вас есть возможность, то обязательно устройте день релакса. А если нет, то тогда надо будет справляться с рутинной работой, но не перегружайте себя в этот понедельник. Выходные пройдут очень активно, пятница тоже. Пятница весьма коммуникационный день, он насыщен общением, переговорами и поездками, поэтому много вы дел не успеете сделать за него. Возьмите какую-то работу на субботу, но лучше всего только на первую ее часть, потому что воскресенье лучше всего посвятить уединению. Дева. Вторник, среда и четверг весьма благоприятные длины для вас. Это время подведения итогов, закрепления договоренности и появления серьезных перспектив на будущее, на ноябрь месяц. На этой неделе вам стоит собраться и довести все дела до конца. Не стоит страдать излишним перфекционизмом. То есть, если что-то не доделано, если что-то сделано не так, как вы хотели, как вы планировали, не впадайте в самокритику. Просто оставьте все как есть. Вы слишком много внимания уделяете деталям, из-за этого вы не видите масштаба. Но вот посмотрите на перспективу более серьезно и подумайте, что вам стоит в ноябре месяце сделать в первую очередь. Весы. Окончание недели будет весьма перспективной частью вообще всего периода октября. Кстати, это время еще и очень конфликтное, но как раз-таки ваши дипломатические способности, умение договариваться, выслушивать всех и определять какую-то точку, где сходятся интересы каждого из сторон, дают вам возможность в этот момент именно весьма продуктивно решать все вопросы, создавать те самые договоренности, которые помогут в ноябре месяце осуществить ваши планы. Выходные проведите очень спокойно, весьма размеренно. Как раз-таки вам баланс крайне нужен. Поэтому в воскресенье наполните день такой поиском некой гармонии внутренней, в том числе эмоциональной. Скорпион, вас ждет весьма непростая неделя. Честно говоря, многого не удастся сделать. И, возможно, вы будете очень критичны по отношению к себе, особенно перед выходными. Но не стоит заниматься самоедством. Ноябрь ваш месяц, потому что новолуние происходит именно в знаке Скорпиона. Поэтому, как минимум, первая часть ноября будет ваша. И вы возьмете реванш над внешними обстоятельствами. А сейчас берегите силы, запасайтесь энергией. И воскресенье – это самое лучшее время для того, чтобы сделать аудит ваших эмоций, расстаться с чем-то отрицательным, набраться просто, может быть, позитива, спокойствия, какой-то внутренней уверенности и стабильности в себе. Стрелец. Окончание недели будет весьма результативным. Несмотря на то, что скорость жизни в этот момент очень высока, но вы на пике своей работоспособности. И даже раздражение окружающих вы воспринимаете с пониманием, спокойно. И улаживаете назревающие конфликты. Не стоит начинать в эти дни на чего нового, хотя вас очень будет тянуть именно на это. Это время для того, чтобы делать только те дела, которые вы предварительно обговорили хотя бы с самим собой, а лучше со своей командной. И именно только они могут привести сейчас вас к успеху. Козерог. Вторник, среда и четверг заставят вас изрядно попотеть и даже понервничать. Неделя вообще пройдет не так, как вы предполагали и планировали, хотя все цели и будут достигнуты, но совершенно не теми способами, о которых вы думали изначально. Возрастет ваш авторитет, а также появится реальная перспектива создать какой-то масштабный проект уже в начале ноября. И для этого вам нужны будут единомышленники, которые и придут к вам на этой неделе. Поэтому посмотрите, кто приходит в жизнь, с какими идеями вам стоит сейчас выбрать для Сибиря компанию на ноябрь. Водолей. В понедельник стоит быть осторожным в своих высказываниях, потому что велика вероятность, что окружающие вас поймут превратно, и это вызовет чувство обиды и недовольства по отношению к вам. Пятница – это хороший, очень продуктивный день, поэтому основные дела планируйте именно на него. А в субботу вы действительно можете по-настоящему оторваться и отдохнуть. Бросьте все дела и наслаждайтесь этим выходным. Рыбы. Вторник, среда и четверг будут весьма напряженными днями. Днями конфликтов и днями каких-то разборок и раздоров. Если честно, то вступать в споры в эти дни можно только, если вы имеете четкую позицию и много информации по тому вопросу, насчет которого конфликтуете. В любом другом случае вы быстро сольетесь и просто вас выведут из игры, и вы потеряете свое влияние на этих людей и в этом вопросе. Но в выходные уже можно будет расслабиться и отдаться естественному течению жизни. В воскресенье – хорошее время для релакса и погружения в себя. Возможно, вам мало информации, которая предоставляет популярная астрология, о каждом знаке и о прогнозе на будущее. Тогда вам стоит обучиться астрологии самостоятельно. Это весьма занимательная, интересная наука, и базовый курс не такой продолжительный. Как раз-таки сейчас у меня есть возможность предложить вам обучиться астрологии у меня. Я веду базовый курс, вы можете его слушать в записи или участвовать в моих онлайн-вебинарах. Вся информация в описании, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке на моем сайте, о том, как можно получить азы астрологии и тогда прогнозировать свою судьбу уже самостоятельно. Ну, вот такой была эта неделя. Обязательно делитесь в комментариях, как она у вас прошла, как проигрались звездные события в вашей жизни. Ставьте лайки к этому видео, делитесь ими с друзьями. Ищите меня в соцсетях, дружите там со мной. Посмотрите на моем сайте, что я могу предложить, как профессиональный астролог и вообще человек, помогающий профессии. Ну и подписывайтесь на мой канал. С любовью, Ермолина Татьяна.